Только бизнес, финансы, экономика. Анализируем тенденции и прогнозируем события. Здравствуйте, с вами Злиха Сулейман. В начале июля в Акмолинской области был запущен комбикормовый завод в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития страны. Новое производство, входящее в состав управляющей компании «Шанрак», полностью отвечает программе второй пятилетки индустриализации, её кластерной политике, которая подразумевает переход экономики страны на новую технологическую платформу. Комбикормовый завод является в нашем подразделении по производству мяса бройлеров, двигателем, локомотивом всего производства, поскольку комбикормовое производство – это этап, который завершает цикл закрытого нашего производства. Мы выращиваем зерновые, мы производим комбикорма, мы выращиваем птицу, мы её забиваем, и мы осуществляем её реализацию. Иначе подобная цепная связь между предприятиями, объединёнными общей деятельностью, называется кластером. Кластерная политика лежит в основе второй пятилетки индустриализации, и она предполагает формирование отраслей с высоким уровнем производительности. За смену на заводе производится до 150 тонн кормов десяти видов. И все они разные. Одни рассчитаны для несушек, в зависимости от возраста, другие – для бройлеров. И есть корма, предназначенные для родительского стада. Технология нашего кормозавода достаточно современная, и поэтому мы можем обеспечивать комбикормами не только себя, но и других заказчиков и населения. 74 тысячи на данный момент себестоимость производства одной тонны комбикорма. По сравнению с тем, что когда мы покупали у других фирм-производителей, ну это намного ниже. 90 процентов сырья для завода – ячмень, пшеница и горох. Собственных полей – товарищество Шанурак, за исключением витаминов, которые доставляются из других стран. Качество произведенной продукции отслеживается по двум показателям. Это входящее сырье и исходящее. Исследование производится в нашей собственной лаборатории на кормозаводе. Благодаря собственному выращиванию зерновых и производству комбикормов цена на мясо птицы недорогая. Средняя стоимость бройлерного цыпленка под маркой «Курочка ряба» в магазинах колеблется в пределах 550 тенге за килограмм. Птицефабрика производит два вида куриного мяса – охлажденное и замороженное, обеспечивая потребительский ренок столицы и близлежащих регионов. Технология завода переработки предусматривает использование так называемой камеры воздушно-капельного охлаждения. Это основной элемент в убое птицы, который позволяет нам производить охлажденное мясо. Птицефабрика за смену выпускает 60 тонн готовой продукции. В ближайшее время руководство предприятия намерено увеличить мощность завода. Конкурирующая продукция из Америки и России никак не пугает отечественного производителя, поскольку он завоевал доверие своего потребителя высоким качеством продукции. Мы не являемся дешевым товаропроизводителем, или, скажем, мы не продаем по дешевой цене нашу птицу, поскольку те корма и те кормосоставляющие, и само производство мяса позволяет нам достигнуть как хорошей рентабельности с точки зрения продаж, так и себестоимости этого продукта. Есть влияние замороженного продукта Украины или Америки, но это не столь критично. В состав компании «Шанрак» входят три крупные птицефабрики в Карагандинской, Костанайской и Акмолинской областях, выпускающие товар под брендами «Курочка ряба» и «Кудкуда». Всего в Казахстане действует 54 крупных и средних птицефабрик, которые полностью покрывают потребность рынка экологически чистой продукции. Выпускаемые в год 5 миллиардов яиц позволяют эту продукцию экспортировать в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и даже Россию. Птицефабрика Сарабулак в Алматинской области ведет переговоры с Китаем, чтобы поставлять яйцо, мясо. Одна птицефабрика сейчас ведет переговоры с Египтом. Это Алсат. Есть такая птицефабрика, переговоры ведет, чтобы туда яйцо поставлять. Поэтому сейчас на наши продукции есть спрос. Очень большой спрос – это мусульманские страны, где численность населения с каждым годом все больше и больше становится. Им продукты нужны, людей надо кормить. Поэтому как халяльное мясо казахстанское тоже котируется. Что касается внутреннего рынка, то сейчас казахстанские птицефабрики на порядок снизили отпускную цену яиц до 6-7 тенге за штуку. Если этого не делать, рынок рискует завоевать российский импорт. Тем не менее, покупательский спрос на отечественный продукт не так уж и велик. А все потому, что посредники на приобретенные яйца делают тройную накрутку и даже больше. Круглый год в супермаркетах цена за десяток яиц колеблется в районе 250-350 тенге. Это, в свою очередь, отпугивает покупателя. По мясу птицы сложилась тоже тяжелая ситуация. Мы уже неоднократно выступали и в СМИ, и в телевидении, везде перед правительством и в таможенном союзе. Решали вопрос, что оттуда, с России, с Украины идет мясо инжектированное. Это когда в тушку, под кожу, под мышцы специальными уколами 300-500 грамм туда вливается раствор или вода, замораживается сверху упаковкой. Надевают, упаковывают. И у нас на прилавках лежит их продукция инжектированная, которая не соответствует по техническому регламенту. Нет на казахском языке наименования, дата, например, производства забоя, другие вещи. Поэтому тоже очень долго мы этот вопрос тоже ставили перед правительством, перед всеми. И вот сейчас, по-моему, лед тронулся. Сейчас в Москве, в таможенном союзе, правительство таможенного союза, сейчас будет рассматриваться, чтобы сделать запрет инжектирования. Союз птицеводов Казахстана добился в этом году до 110 тысяч тонн сократить ввоз американской продукции, поскольку отечественные птицефабрики полностью покрывают потребительский спрос. Однако в следующем году Соединенные Штаты готовы поставить 190 тысяч тонн. Союз птицеводов против такого высокого наплыва ножек Буша. Ну здесь в этом году, конечно, большая помощь оказала Российская Федерация. Вы сами слышали, что они сделали запрет, чтобы в Казахстан американские ножки Буша через их территорию сюда не проходило. Ну им большое спасибо, конечно. Если в 2016 году еще раз сделать, мы им вообще благодарность объявим. Ну мы с россиянами, как союз птицеводов, с их Росптицесоюзом, с Белоруссией, со всеми мы очень тесно общаемся. Я думаю, что какие-то результаты, наверное, будут. Яичное производство в стране дальше развивать не стоит. Его предостаточно. А вот наращивать производство мяса птицы необходимо, отмечает Руслан Шарипов. В текущем году перед птицеводами стоит задача произвести 180-190 тысяч тонн мяса, тогда как Казахстану для полного обеспечения необходимо 250-300 тысяч тонн. А в этих целях в нынешнем году запланировано строительство нескольких крупных птицефабрик в Акмолинской и Южно-Казахстанской областях, плюс запуск еще трех-четырех небольших фабрик. Сегодня государство оказывает весомую поддержку казахстанскому птицеводству. Покупка племенной птицы, производство яиц и мяса субсидируется. Все эти меры позволяют отечественному производителю выдерживать конкуренцию с продукцией за границей. На этом у меня все. Смотрите нашу программу и будьте в курсе экономических событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok